Я рада приветствовать вас на катке. Вам здесь нравится? И мне нравится. Дайте печь. В Тринити-парке на территории бывшего хлопчатобумажного комбината силами резидентов и предпринимателей создано современное арт-пространство. У берегов Клязьмы в экстерьерах старинных фабричных корпусов открылся ледовый каток. Организаторы создали неповторимую уютную атмосферу для зимних развлечений. Мы хотели создать атмосферное место, где очень здорово провести днем с семьей, а вечером с любимым человеком и с друзьями. Поэтому здесь много арт-объектов. Например, появилось замечательное вот такое сердце, которое светится ночью. И здесь очень много фотосессий проходит. У нас появились шатры, где можно посидеть в компании, передохнуть, качели уютные. Обилие арт-объектов, выполненных по концепции Тринити, здоровье, творчество, дело создают ощущение праздника. Одних только светящихся елок, изготовленных дизайнерами и историчных материалов, в парке установлено 17. Над концепцией арт-пространства работал художник-дизайнер Алишер Питков. Тринити-парк знаю уже с самого начала, с самого открытия. Мне здесь вообще нравится. И летом, и зимой. Сегодня пришла с семьей, с друзьями, с партнерами. Ну, собственно, у нас партнеры, это наши предприниматели города. И мы все здесь с нашими семьями и детьми. У меня ребенок первый день на коньках стоит. В Тринити-парке есть все для комфортного катания. Теплой раздевалкой, камеры хранения, прокат коньков и продажа горячих напитков, туалет. Все самое интересное на льду. Его окружают фотозоны, уютные беседки. Мечта мальчишек и девчонок исполнилась. В Тринити-парке открылся каток. Около тысячи квадратных метров ледового пространства. Арт-зоны. Все сделано для того, чтобы у людей и посетителей было отличное настроение. Две ледовые площадки соединяет дорожка. Между ними скамейка для влюбленных. Это необычное место и было выбрано для торжественного открытия катка. Дамы и господа, это наша вселенная, наша галактика. Арт-пространство Тринити-парк открыто! Ребята, нам так сегодня повезло. Такое мероприятие и погода. Веселитесь, наслаждайтесь, катайтесь на коньках. В день открытия пришли сотни гостей. Взрослые привели с собой малышей. Ребята покормили из рук камерунских козочек, постоянно живущих на территории парка. Мне 8 лет, и я тут катаюсь давно уже. И я... Это крутой каток, он такой большой. Я тут вообще весь запарился туда-сюда ездить. Развлекательная программа, лотерея с денежными призами, танцы с шарами и велошоу от Виктора Доричука, исполнителя невероятных трюков на байке. Он с легкостью проехал по тонкой кромке защитного бортика и на глазах у публики прокатился на руле. Вечером парк озарило сияние огненного шоу. Каток работает ежедневно. С 12 до 16.30 вход свободный. После 17 и до 21 часа нужно заплатить всего 200 рублей. В выходные кататься можно дольше, с 10 утра до 10 вечера. Весело тут каждый день. В ближайшую субботу посетители будут красками разрисовывать лёд. Вот уж где будет разгуляться фантазией. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.